В первую очередь хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой. К сожалению, мы не только не смогли нейтрализовать сильную сторону соперника, но и наоборот, своими действиями их еще усилили и обозначили. К сожалению, игра у нас не получилась ни в каком из компонентов. Очень стыдно мне именно за вот этот матч, за то, как он развивался. Поэтому постараемся как можно рационально оценить то, что произошло с нами и попытаться в этом финишном отрезке, чтобы, не дай бог, такие игры вышли. Спасибо. Владимир Борисович, пожалуйста, Ваша оценка. Мне сегодняшняя игра, сегодняшняя победа, и хотелось бы дать ответ наших недоброжелателям, в частности в лице Николая Ходосевича, который сегодня в интернете не очень лестно отозвался о нашей команде. А в целом, я согласен, считаю, что победа заслуженная. Но, в принципе, еще пять туров, еще, в общем-то, улучшили, конечно, турнирное положение. Но еще все равно обольщаться этим ни в коем случае нельзя. Вот у нас сейчас сложный выезд, две игры на выезде с Батэ и с Гоминым. Вот, поэтому, в общем, вся борьба еще впереди. Спасибо. Ваши вопросы, господа журналисты? Пожалуйста. Пойдем довести к вам вопрос. Понимаем, что в свете тех вещей, которые в интернете выкинулись, мы где-то кипите. Но, по поводу, прежде всего, спросим, как ситуация на финансовом у вас рынке более-менее налаживается? Ну, налаживается, налаживается ситуация. Вот выплатили футболистам деньги, часть руководства выплатили. На следующей неделе еще обещают выплатить. В общем, как бы пошли подвижки. Потому что даже губернатор, в принципе, владеет этой ситуации, взял дело под свой личный контроль. Поэтому я думаю, что все у нас разрешится и все будет в этом плане нормально. Асинат. Пожалуйста. Александр Сергеевич, вам вопрос. После перерыва команда немножко задержалась. Был очень серьезный немножко разбивок. Да нету. Вы знаете, в такой ситуации я не считаю правильным разбираться или там предъявлять какие-то претензии. То, что очевидно, это не надо лишний раз на этом заострять внимание. Поэтому мы не должны уподобляться какому-то старому. Это профессиональная футбольная команда. И отвечать за результат все должны в совокупности. В том числе и я. И, наверное, в первую очередь. Поэтому, наверное, больше вопросов ко мне не жил этот баллист. Спасибо. Еще один. Владимир Борисович, вам вопрос. В втором тайме не было, скажем так, команды играть в откат? То есть, как играли, так играли? Нет, перерывы попросили ребят как бы забыть про результат первого тайма. Ну, или стараться продолжать играть. Потому что я им привел пример вот с отборочной игры Германия-Швеция, когда немцы выиграли до 70-й минуты 4-0, а потом, в конце концов, сыграли 4-4. Футбол длится 9-0, плюс добавлено компенсированный время. Поэтому просили ребят ни в коем случае. Ну, просто в Белче не нужно было что-то предпринимать, отыгрываться. Поэтому так, наверное, он не получил, потому что они больше атаковали. Они больше как-то защищались. Если искали свои шансы, моменты в контратактах. Александр Сергеевич, в этом связи с вами вопрос будет. Сами верили, что можно три номера играть? То есть, ребята, как это считается? Ну, всегда, конечно, теплится какая-то надежда. Но, честно сказать, в подсознании я не понимал, за счет какого резерва мы могли это сделать. Понятно, что если забили в начале таймера мяч, возможно, нам было легче. Но, еще раз повторю, что, на мой взгляд, мы были не совсем подготовлены к игре ни в каком компоненте. То есть, рухнули после первого мяча и пытались искать причины. В конуходно только не в себе. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Я не знаю, что нужно, главный тренер Убреста. Две замены под зону и встречи. Это явно замены под премиальные. Это привет руководству клуба. Вы знаете, что премиальные нам не платят. Какие могут быть премиальные. Просто у нас молодые ребята. Как бы Шимрук только вернулся со сборной. Он за 6 дней сыграл 3 игры в сборной. Потом дорога, все это. Ну, и как бы молодой парень, его с 2004 года поберегли. Ну, выпустили, потому что уже учили. Там немножко подустало. Ну, и Соловей у нас тоже почти с 1995 года. Это родной брат того Соловья, что играет в Жоринка. Ну, вот поэтому дали ребятам, как бы, ну, почувствовать высшую лигу. Ну, хотя Шимрук у нас, в принципе, его в основном составе. А Соловей потихоньку мы его подпускаем. И еще у меня вопрос к главному тренеру Биржута Долшина. Сейчас по окончании встречи смотрел, там, некоторые из ваших ребят подошли к болельщикам. Что-то там, бурно обсуждали, довольно долго и продолжительно. У вас не планируется встреча с болельщиками? Леша? Я не знаю. Во всяком случае, в моем расписании, вверх, то сей пара не было. Но если эта встреча будет, скажем, организована, я отвечу на вопросы честные и компетентные. Ну, а что касается данной ситуации, понимаете, что сейчас такая вот тенденция какая-то появилась. Выяснение отношений болельщиков, футболистов, я считаю, что, наверное, не совсем правильный формат вообще. Ну, и с другой стороны, еще раз повторю, что игроки, тренеры, как профессионалы, должны нести соответствующую ответственность за свою игру. Встречи, вы можете припомнить встречу, когда команда выигрывает и болельщики просят встречу? Нет, в основном это все происходит, когда есть какой-то негатив. Встреча субтитров А.Семкин